Всем доброго времени суток, вместо Вангарта мы продолжим играть в реку Имхои. Удивительно, не прошло и суток, а я уже записываю вторую серию. Ну, в кое-то веке, видимо, решил не тянуть катание за какие чувствительные места, к тому же, судя по звукам, в этой игре коту и так приходится довольно несладко. Недаром же он что-то там подмелучивает, подвизгивает каждый раз, когда нам стоит зайти на первый этаж. Так, мы нашли ключ от комнаты слуги в южной части второго этажа. Отлично, может эти слуги наконец-то уберут всю эту посуду, которую кто-то расставил, может быть, немножечко плиточку поменяет, польют искусственные цветы. Так, а это зачем? Ну, надо же куда-то тратить воду. Так, классическая музыка играет что на первом этаже, что на втором. И, похоже, прекращаться не собирается. Так сказать, игра еще и духовно обогащающая. Так, как бы то ни было. Опс, и сохранился. И на тот слот. Ну, что поделаешь, теперь придется проходить игру до конца. Так, открыто. Ну и где эти слуги? Почему меня еще никто не обслуживает? У меня такое чувство, будто кто-то наблюдает за мной. Ну, а хорош, там дворецки или горничьи, они всегда должны знать, что происходит с их, так сказать, господами. Ну, я не знаю. Я, конечно, не аристократ, со слуга никаким не знаком, много глаз, и все смотрят за мной. Как приятно. Чувствую себя востребованным. Что с этим местом? Чувствую себя неуютно. Блин, у меня сейчас шизануть, да? Прошу прощения за такое слово. Это идет осколок объявлений. Тут написаны имена пятерых женщин. Так, а что за имена-то? Женщины нам так и не сказали. Может быть, мы кого-то из них и знаем. Декоративное изображение цветов. Глаза продолжают наблюдать. Блин, что-то темновато становится. Вот стоят цветы. Если вы рассмотрели, то видно, что они искусственные. Надеюсь, эти глаза тоже присмотрелись и узнали это. Так, одежда, вещи, ничего интересного тут нет. Блин, что на меня смотрят-то постоянно? А я вообще зачем в этой комнате? Не просто так же. Может, мы выйдем отсюда? Мне тут не нравится. Тут еще есть кое-что, что мне интересно. Интересно, что же? Посуда, искусственные цветы. Ничего нету. На кровати красновато-черные пятна. Почему слуги не стирают свою одежду? Как они тогда будут стирать нашу одежду? Внезапно оказалось, что написанная записка изменилась. На этом особняке есть пять служанок. А, Б, В, Г и Д. Ничего себе. Даже имен у них нет. Он хоть не пронумеровали. Особенность каждой из них. А довольно высокая, поэтому сильно выделяется. Б, только 16 лет. Она сам мажь всех служанок. А и вообще можно работать у нас? В, ветеран-долгожитель. В, значит, ветеран. Спрашивайте ее обо всем. Г, робкая и трусливая. Не рогайте ее слишком сильно. Д, азиатка. Черные волосы и глаза. Кстати, меня вот интересует вопрос. Почему у всех остальных русские буквы? А у Д, английская. Это что, какой-то ин-агент? Шпион, может быть? Американский шпион. Так, черные волосы и глаза я смотрю легче всего. Это тоже она азиатка. Так, вот, здравствуйте. Тут ранили плюшевую игрушку. Работать поднять ее? Давайте. Металлический звук. Внутри что-то есть. Придется... Ну... То, как мы поступили с куклами, уже должно было намекнуть, что пощады ждать не стоит. Недаром же мы взяли эти ножницы. Они ржавые, но мы сейчас их начистим. А мех внутри этого несчастного. А его на бивочку. Ммм... Издревле все ключи от комнаты матери на втором этаже. Зачем медведь сел ключ? Неужели его морят голодом? Так, еще раз. Комната матери на втором этаже. Слушай, эти глаза терны вечно со мной, да? Я, конечно, рад не чувствовать себя больше одиноко, но немножечко утомляет, если честно. Слава богу, они все-таки решили не смотреть на меня. Эй, Мишель, спасибо. Мишель недоволен, но все-таки рад, что хоть что-то его отвлекло от столкновений с глазами. Не открывается, не поддается. А вот это еще как поддается. Так, ну что ж. Какая милая. Портрет женщины. По крайней мере, у нее нет прически матери из аниме. Которая явно предвещает скорую смерть этой самой матери. Хотя боюсь, что этой матери и так пришлось не сладко, особенно учитывая, какой ухлой и отец. Внутри сундука ничего нет. Ваза разбита. Декоративное деревце. Паук сплел паутину? Не тот ли этот паукчу паутину мы сожгли? Я уже немножко напряжен, потому что я знаю, что его месть будет быстрой, но беспощадной. Хотя, может, это его скелет? Ладно, это не настоящий скелет. Я, кстати, не уверен, есть ли вообще упал этот скелет. Биолог из вас, конечно, так себе. Дневник, прочитай дневник. Читать же дневники неприлично, но в хоррорах просто необходимо. У моей дочери помутился рассудок. Я настолько в своем уме, что это вырезано в моей памяти. Блин, интересно, много ли людей, когда пишут дневник разными ручками, с разной пастой, используют? Вот это красненьким, это зелененьким, а это вообще невидимыми чернилами. Ладно, давайте посерьезней. У моей дочери помутился рассудок. Я настолько в своем уме, что это вырезано в моей памяти. У моей дочери помутился рассудок, потому что у нее тело 9-летнего ребенка, не знаю, это опечатка или так и должно быть, чтобы заострить внимание на свое тело. Мой муж находит, что я там чувствую с определенной привлекательностью. Я ничего не смогла поделать и начала считать так же. В данном случае я ничего не смогла сделать, и из коронца утоплившего игрушку, разорвав ее на куски более чем 8 ударами ножниц. Ее глаза были красивыми. Дама, вы уверены, что вы в рассудке? Все-таки стоило-стоило отправиться к тому семейному психиатру, которого я упоминал в первой главе. К сожалению, оказалось, что семейный психиатр – это их дочь. И, видимо, именно на нее они и выплескивают свои извращенные желания, фобии и прочее. Глядя на нее, безусловно представляю его эмоции. Особенно эти чудесные фиалковые глаза. Мышля моего мужа не было другого выхода, как и бросить то, что он всегда любил, как дочь. Таким образом, потребовалось немного времени, чтобы у моей дочери помутился рассудок. Это была зависть. Откусить ее руку, съесть ее мозг – это сон. Выбросить ее ноги. И по этой моей ситуации меня больше, чем что-либо беспокоило то, что служанка подглядывала за мной. Поэтому у меня не было другого выбора, кроме как вонзить мои ножницы в нее. А мадам правда мотивная госпожа Хоя? Она относительно в возрасте, так что с их своим языком мадам все еще точно XX лет. Так, ну XX – это римские цифры, то есть мадам ровно 20. Но Хоя – это уже тело 9-летнего ребенка, то есть можно предположить, что ей самой, в плане, возможно, не меньше 9. Так что от этой истории становится все более мерзкой и мерзкой. А, ну как это может? Ну я понимаю, что ты хочешь сказать. Однако ты, возможно, не знаешь, но раньше мадам была довольно молода, добрая и красива. В принципе, все люди раньше были молоды. Некоторые даже и добродетельны. Не сложно себе представить, что все так сильно изменилось лишь несколько лет и с лужанки ушли одна за другой. Теперь осталась только одна. Ты, Бэ, так что здесь остались только ты и я, не так ли? Я сделал все возможное, чтобы остаться. Понятно, я рассчитываю на тебя. Так, Бэ – это синенькая, а розовенькая – это кто? Стремненько-то, конечно, стало. Не знаю, медведи, надеюсь, не хотят меня мстить. Но у меня все ножницы еще при себе, поэтому я готов к оправданной самозащите. Розовенькая у нас есть. Это должна быть В. А Б только 16. Она еще не понимает эту жизнь, поэтому она тут и остается. Ведь именно ей стоило, на самом деле, бежать куда подальше. Ну и В – ветеран. Так, Б-16, В – ветеран, А – высокая, Г – робкая и Д – азиатка. Как-то некрасиво, что я выделяю только по ее, так сказать, расовому признаку. Разбросы бутылки с вином. Чувство госпожа тут кутило вовсю. О, реально постарелось немножко. Портрет старой дамы. Ну, в основном, слушайте, хотя она, хоть она и стара, но она еще не потеряла молодость и туха, радости, веселье, нахождение чего-то хорошего в мелочах. Я так не… Если не история, так, кстати, надеюсь, все-таки… Ну, хотя, что уже надеется, но, скорее всего, про то, что отец семейства тоже, скажем так, находил радость в мелочах. Стена и пол покрыты густыми красными пятнами. Что это? Не знаю. Ну, тут везде пустые бутылки вина. Наверное, это вино. Какой неприятный запах. Пахнет красным. Получена грязная кукла. Я бы помыть. А то, что это она будет? Такой неряшливый. Она тоже заслужила быть чистенькой и красивой. Стена слегка треснула. Мне нравится, что эти трещи такие большие, но слегка, слегка, чуть-чуть. Старая подрёбанная книга выйдет на тюрьме чистой белой страницы. После пристального взгляда на неё страницах всплыло несколько слов. Первым был трусливый, плаксивый медведь. Следующим стал азиатский медведь. Азиатский медведь это панда, что ли? Покажите мне её. Один за другим, один за другим исчезли они и в конце умер старый дамый медведь. Так, ну сначала получается погибла служанка Г, получается, потом служанка Д, последний служанка В. А что значит остальных? Кто же ещё с третьим? Так, ну так как служанка Б всё ещё тут, получается служанка А исчезла. Дальше ничего не написано, а куда мне внести эту ценную информацию? Интересно, конечно, что же это за пятно тут такое? Может быть тут она пыталась приготовить домашние хот-доги, чтобы удивить и порадовать всю семью, но что-то пошло не так. А кетчуп так никто и не чистил, но и неудивительно, если убивать служанок, то и не такое произойдёт. Честно говоря, я не всем понимаю, что именно произошло. Слушайте, она что-то хреновая. Уф-у-у, что такое? Хлоя, наверное, чувствует себя счастливой. Совсем недавно такое тёплое чувство. Это просто отопление включили. И слава богу, а то можно было реально уже всё себе отморозить. Так, всё это, конечно, замечательно, но мне прямо очень хочется показать, что я разгадал загадку. А, собственно говоря, у нас же есть перо и чернила, самое время их применить. Тут ещё чернила, красный, может быть, это тоже намёк, что в этой записке А, она тоже красного цвета. Красные буквы обозначены красным цветом. Ну, тут вообще, на самом деле, всё обозначено красным цветом, остальные особо декотируются. Ну, ладно, напишем, напишем. Буква А на барабане. Ну же. Поздравляем. Вы выиграли автомобиль. Ну, точнее, ключ от автомобиля пока только. Хотя, учитывая, что нас тут разводят, простите, кучера, или кучеры, правильно, не уверен, то да, автомобиль тут далеко. Так, очень ключ от комнаты Хлои. О, да, наконец-то. Теперь мы узнаем, чем она вообще живёт. Может быть, она не так проста, как кажется. Может быть, она не убирается по утрам и не застилает постель. Так, кто ж мне пишет всё время? Писал тот самый паук, чью палатину мы сожгли. Отправил мне мой адрес дома. Мне становится страшноватым. Так, ну ладно, вот и комната Хлои. Что с этой комнатой? Это так темно. И почему тут играет музыка из главного меню? Или это не она? Ну да, темновато. Так темно, что я, на самом деле, не могу понять, что это. Да, я тоже не уверен, друг. А вот и медведики. Взять пришёл медведь, я беру. Теперь у нас есть друг. Хотя, кто знает, может быть, медведь-то нас с другами не считает, особенно после того, что мы сделали с его товарищем. Я так понимаю, то, что сделали с медведем, это было люди на убийство той служанки. Не помню, уже её номер, Гэ, по-моему. Что-то упало. Блин, надо подсвечник взять в руки. Он ещё горит, надеюсь? Не помогло. Особый пригласительный билет на концерт Чудо-мальчика Мишеля Даламбера. О, это я, это я. Приходите посмотреть обязательно. Лавяные часы. Так, ещё один медведь сидит, кайфует. Блин, он, конечно, ухлой медведи. Ну, блин, ничего нет, ничего не видно, ничего не понятно. Солдатик взять его, его нельзя, извините, он прикручен к стене, может быть, этот, более готовый на контакт пойти. О, зажечь камин. Так, если бы держать огонь, нужны дрова. Ну, давайте, не знаю, пустим какой-нибудь из этих комодиков на дрова. Че, они тут зря будут стоять, пыль собирать. Ча-часовый замок. Блин, богат он уже с рыбками игрушки. Не то, что в детстве приходилось там тремя палками играть. Ну, ладно, на самом деле было много классных игрушек, и даже был электронный конструктор, прости, господи. Если так вдуматься, то солдатик, он сделан из дерева. Ну, и кукла, наверное, из чего-нибудь, что может гореть. В принципе, мы уже, у нас уже большой список жертв. Паутина паука, плюшевый медведь, кукла. Так что, думаю, добавить еще парочку, это как бы уже будет, и не страшно. То есть, нам и так уже тут очень большой срок. Так что, сильно не усугубим. Только это будет недостаточно. А что еще надо? А что я вообще кинул? А, еще солдатика, да. Ну, в смысле, недостаточно, блин. Сколько ему надо, чтобы этот камин загорелся? Хм. Так, может мне надо не куклу, а... Может этого солдатика? Да господи. А может быть, солдатика и подсвечник? Да господи. А, погодите, у нас есть еще, еще один заложник. Клюшевая игрушка. Все, месть с ним и уверенным сейчас будет очень тепло. Так, и берем подсвечник. Я не знаю, как мы в кармане носим горящий подсвечник. По его истине необычный, магический мальчики зажигаем. Так, сейчас опять будут страшные крики. Да, так господи, это больно, больно. кто-нибудь, по-мо... Не удивлюсь, если для Мишеля это как музыка для ушей. Что это за тень тут? Привет, а рядовой плащице мог появиться, Таш, спасибо тебе. А ты... Видишь ли, я друг, хотя я уже исчез. Исчез? Раньше я с ней как мог вот так разговаривать, но потом, особенно после этого случая, я больше не могу бывать здесь. Нарази не появился здесь только что. Таш, сейчас появился здесь, далеко остатки моего прежнего я, фрагмент ее воспоминаний. Под ней ты имеешь духу? Видишь ли, детские сцены это музыка для взрослых, которая даже оглянулась на свое прошлое. Конечно же, ей такой, как она сейчас, но что же оглянулся, не так ли? Если можешь произвести какую-нибудь памятную вещь, я сугубо показать тебе маленький фрагмент ее памяти. Кстати, получается, Хлоя, это на самом деле она уже довольно взрослая, то есть она не только тело маленькой девочки, но на самом деле она тысячелетний дракон. О, опять киса. О, вот она, целых две кисы. Мне кажется, не дать зажать меня в угол, может быть, эта местная кошачья полиция пришла на кастрю рисовать меня за мои грехи? Кошки, только когда они вообще пришли сюда? Господи, я сдаюсь. Точно, возможно, мяуконитые кошки я слышал до этого. Нуар, бланк. Кошку зовут Нуар, потому что она из нуарного детектива. Блин, так вот где вы были. Я вас искала. Хлоя, это твои кошки. Верно, хлоя вырастил их. Нуар и бланк. Такие простые имена, да, чуть простые. Ну, для вас, аристократов, может быть, и да. Для простых имена, это, не знаю, Василий, Мурка, Нуар и бланк. Тьфу, что за крестьянские имена, берзость. Уберите их от меня. Из какой помойки вы их принесли? А, ну, они не простые. Хлоя, сейчас я продумал над ними. Чёрная кошка значит нуар, а белая значит бланк. Ну да, у бабуси жили два весёлого гуся, белый и серый. Жесть, она, конечно, продуманно подошла. А, ну, конечно, я, примерно, также продуманно подхожу к названию серии. Кстати, что насчет Мишеля? Ведим Мишель, разговариваю с кем-то, тут больше никого нет. На самом деле, ничего не было. На самом деле, я просто разговариваю сам с собой. Как авангард во время летсплеев. Друг молчит. Кошка что-то подозревает. Нуар, довольно сильно битмурчать. Ну, пойдём. И бланк тоже. Так, ну ладно. Друг, что ты мне скажешь ещё? А, памятную вещь он хочет. Может быть, это наездите плюшой медведь? Он заняется важными делами, он пьёт чай. Справа у него карта, здесь показано, как его бизнес будет захватывать Европу. Какой у него бизнес? Ну, конечно, производство мёда, но вы скажете, вообще-то мёд занимаются пчёлой. Именно! На его заводах он держит в рабах тысячи пчёл. Чар побери, этот медведь опаснее, чем мне кажется. Возможно, зря мы ему давали пить чай. В этом чай было явно что-то не то. Так, ладно. Какой-то чушь я несу, наверное. Но зато, как далеко унёс. Слушайте, я не знаю, что мне тут делать. Опа! Это была не карта, это была картинка, ну ладно. Выглядело прямо как карта. Семейный портрет. Это карта нашей семьи. Блин, но батя даже, не знаю, на баррете выглядит супер стрёмно. Особенно, смотрите на его пальчики, никакие это, не знаю, очень длинные. Нухой ещё очень красный рот. Жуть. Блин, неужели есть такие жуткие картинки рисовал? Вот мама зато счастлива. Всё-таки, наверное, сумела приготовить хот-доги для всей семьи. Ладно, может быть, это и надо? Покажешь себе портрет. Это картинка, которую она рисовала, да? Хорошо, ты готов, а вообще не готов. А ведь надо быть готовым. Так, теперь я Хлоя. Смотри, смотри, это папа и мама, и Хлоя. Хорошо получилось. А, замечательно. Вы трое дали хорошо водите. Хлоя упорно работала над ним. Что здорово, что оказать его папе и маме. Они определён будут счастливы. Хорошо. Я уверен, что так и будет. У нас же такие любящие родители. Так, ну смотри, с вами Нинаша, давайте-ка на улицу. Отец, пожалуйста, смотри, Хлоя пора работал над ним. Хлоя. Отец, что-то случилось? Тебе уже восемь лет. Пора бы и платить, и платить за квартиру, а не просто так тут проживать. Да, отец, исполнилось в прошлом месяце. Отец, это... Ну бывает, бывает, просто был возраст своего ребёнка, почему бы и нет. Звучит вполне себе логично. Что делать? Всё хорошо, верен, ты порадуешь свою маму. Сейчас воробьешь указать это ей. Хлоя уже не особо доверяет. Всё в порядке, Хлоя сейчас идёт в баиньки. Понятно? Спокойной ночи. Спокойной ночи. А почему мы... Так, я не понял, почему я сплю в ведре? Что? Не понял. Все было по маленьких ключ. Очень маленький ключ, я не понял, что за прикол с ведром. Почему мы пошли спать в ведре? Я реально не понимаю. Так, мы получили ключик. Что-то открывает. Возможно, что запертый ящик с игрушками. Вот эти маленькие ключи, сейчас сюда полезут все мрази. Внутри небольшой барабан, пучнейший барабан. Это аксессуар для чего-то? Или от чего-то? Может, это есть инструмент, на котором нужно сыграть? К черту, скрипку. Этот барабанщик явно пригодится, но, скорее всего, барабанщик нужен этому парню. У него даже есть небольшие барабанные палочки, поэтому давайте ему поможем найти достойное применение для них. Я бы дал мой большой барабан, но начинать надо с малого. Почему солдатик начал играть музыку? Плохо у него получается. Ноты для грез. Наконец-то. Они-то нам и были нужны. И что, теперь мы сможем порадовать Хлою? Жесть, что произошло? Или когда думал, что у нас психика все слышит? Фортепиано было убито! Кто преступник? Кто-то из вас, кисы? Так, быстро выстраиваемся к стеночке и сейчас будем проводить допрос. Когда вы в последний раз видели пианино в живых? Что оно делало? А что белая киса такая молчаливая? Может, нанимая даже? Мишель, ты серьезно? Только же не забыла раздавался громкий звук. Потом фортепиано полностью сломалось. Вот так. Что хлое? Эй, успокойся, тут нет другой контакт из фортепиано. Есть. Ничего себе не мажоры. Зачем у него фортепиано в одном доме? Ладно. Все же ее отец композитор. И она сама его дочь. Дочь композитора. Если я правильно все понимаю. И есть большой зал этажем выше, но хлое нельзя ходить туда. У хлое очень очень плохое предчувствие. Кисы полностью согласны с ней. Нуар, бланк. Кисы пошли сами разведать ситуацию. Сможешь мне даже притащиться до пианино. Что за мэджик они створили? Неприятное чувство исчезло. Понятно, кошки изглнали злых духов. Может быть теперь все в порядке? Давай сходим на третий этаж. Ты что-то она не спешит идти на третий этаж. Видя придется мне саму это сделать. Ну что же, смело на третий этаж. О, не такое чувство я видел эту комнату раньше. Может мы и выступали? Похоже на сцену чуть-чуть. Возможно что раз мое воображение. Однако вот и фортепиано. Я знаю сохранится. И очередная дырка сошли туда ничего позасунуть нельзя. Получник лечит комнат и слуг на втором этаже на севере. Сколько же тут слуг? Хотя еще какой-то особняк тут реально их нужно очень немало количества. Ле в случае и шначат фортепиано. С этим оно не работает? Хорошо, хорошо. Хлэп впечатлена. Да, я настоящий герой. Я смог подняться по лестнице. Хотя... Ну судя по всему контра отца даже где-то выше. Может поэтому она боится. Тут нет несколько клавиш. Нельзя сыграть без клавиш. Мишель, клавиша, пойдем поичем их вместе. Дорога, что выдернули. Разве их можешь просто починить? похоже это невозможно. Хорошо, тогда я пойду поищу их. Спасибо, Мишель. Блин, конечно, впахивают как лошадь. Может быть не очень большая, но как такой маленький жеребеночек уж точно. Кажется фортепиано пропали. Возможно это опять проделки кис. Я не знаю зачем им клавиш от фортепиано. господи как много запертых дверей. Кисы молчат. Так, новая дверь. Новые стены. Господи, да что ж такое? Я такое чувство, но кто-то наблюдает. Да, у меня тоже такое предчувствие возникло. Мадам, я я Блин, меня больше удивляет, что с психикой все в порядке в Мишеле. Солей ничего нет. Табурет изрезанная блюшевая игрушка ее увидели, поэтому я разорвал этого человека в клочья. Бедная Г. Нужно скорее сжечь труп. Ну что, звучит как план. А, тут проход из двух комнат слуг. Тут тоже страшные глаза. Мне такое чувство, кто наблюдает за мной. Да, я в курсе. И тут кто-то наблюдает за мной. Может, хватит вон третьей уже дамы. Блин, кто я такой? Мне очень интересно. У нас даже про наш концерт лежало объявление в комнате Тиховая. Вряд ли это случайность. Ой-ой-ой, опять что красная. Что тут какая-то на слуг жила отдельно от остальных? Так, как всегда ничего нет. Какой-то камень лежит. Так, но если бы надо было в особняке сжечь труп, то где это можно сделать? А, так может нам надо сжечь? Глядите, тут лежит обезобораженный нами плюшевый медведь. Ну да, вот, собственно, про это я и думал. А, я думал, скорее всего. Ладно, давайте сделаем это. А, сейчас будет страшно. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Слушайте, что-то было тихо, спокойно. Возможно, теперь этот человек будет удовлетворен. Слушайте, так мы, получается, потакаем духу этой сумасшедшей маньячки. У меня такое чувство да-да-да-да-да. Слушайте, я так лишь за мной наблюдать. Не нужно мне это повторять. Ее увидели, 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 увидели. Азиатку вынудили уйти. Высокую дилду вывезли. А теперь ждите с оставшимися двумя. Слушайте, конечно, преступники застанки себе, что-то вообще ничего не получается. Так, а погодите. Стоп, стоп, стоп. Хватит на меня смотреть. Так, погодите, каких дилд вывезли? Сколько дилда это? А, азиатку дилюйти. Так, теперь, наверное, можно пойти в ту комнату, тогда, где стоят. Так, в ее комнате находятся. А где они? Они исчезли. Погодите, стоп. Я думаю, нужно изваться и от двух других пляшных медведей. А где они? Они пошли своей дорогой? А, вот вы где. На ней написано В. Так, погодите, ну да, надо сжечь. Ну, а не надо сжигать. Или наоборот надо... Нет, погодите. Или наихи надо сжечь. Да. Так, надо, наверное, сжечь А и азиатку. Или наоборот. Я, по-моему, наоборот. Давайте всех сожжем просто. Чего мне учиться-то? Так, нет, погодите, я сжу А, я сжигаю Д. Ой. 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 Неловко получилось. Так. Не понял. А, наша психика пострадала. А че не так-то, блин? Еще раз. Высокую дуду изли. Так это азиатку вынудили уйти. Те же сажатся с двумя. Так наоборот надо так-то сжечь ВАЕГ. Что-то не понимаю. В чем смысл всех сжигать? Честно. Так, это правильный вариант. Да, это правильный вариант, но я не понимаю, почему. Вообще ничего присутствие исчезло. Наконец-то глазки не будут за мной глядеть. А, так это кисы на посмотрели. Ну, арбанг. Кошки начали играть с лишними игрушками. Удительно, они даже живы. Учитель кажется фортепиано. А, нет. Слушайте, я что-то не очень понял. Убиты три человека. Ну, бывает, конечно, неприятная ситуация. Я не очень понял, почему. Азиатку надели уйти, она была Д. Высокую дуду вывезли. Типа, высокая дуду та же и была А. Или я что-то перепутал. Типа, высокая это была А. Мы ее сожгли. В общем, что-то не понял, если есть пояснение, почему загадка так еще заперта. Если есть объяснение, почему загадка работает именно так, удовольствием его услышу. Не понял. Этого не может быть. Из ниоткуда разведся голос. После этого больше никого не осталось на моем пути. Теперь остался только тот ребенок. Хлоя или может я? Честно говоря, я всем понимаю, может, наревновала мужика всем? Нет, или может, наревновала Хлою? Так, погодите, я запутался. Картина, которой изображена семья. Вообще она в таком месте. Возможно, я мог оборонить ее. Отличная семья. так сказать. Так и должна выглядеть православное российское семейство. Так, ну что, можно покинуть это место? Да господи, я не понимаю, как отсюда нам выбраться. Можно надо этих сжечь? А, нет, погодите, стоп, 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 подсказка же, надо избавиться от ребенка. Наверное, надо так или зачеркнуть, или вырезать, или сжечь, или может грязью замазать, в общем, что-то из этого. Нет. Да, вырезаю. О! Вот, любящая семья. И очень даже прелестненько вышло. Никаких незапланированных детей. Так, может, ее возьмем? Давайте завозьмем. Все, можно идти гулять. Ну, что сказать? Весьма недурно получилось. Ладно, давайте все-таки ставим клавиши пианино на место. Я вообще думал уже закончить, но еще пару минут. Кажется, врача пропали. Я их-то их нашел. Правда? Те же раз есть фортепиано, верно? Так, ладно. Починили. Так просто. Не могу. но будет ли она работать вот так? Сам не уверен. Но действительно заработала. Магия? Фортепиано оно работает. Чудесно, чудесно. Замечательнее, правда ли? А теперь давай сыграем. Мишель, возьми скрипку и ноты. Где их возьму-то? А, мне надо взять их в свои музыкальные руки. Вот скрипка, вот ноты. Можно еще в зубы взять ножницы для антуража. Блин, я что-то слепой. Где партитура? А вот она. Все. Поехали. Можно еще барабанщика сюда с его... Ой, точнее солдатика с его барабанщиком позвать, чтобы уже было трио. Много раньше Хлэ показал эту картинку маме. Это замечательно. А что мама сказала? Она сказала спасибо, она приняла ее ради меня. Это здорово, не так ли? В конце концов то упор на работу над этой картинкой. Конечно, она была рада. Но мама выглядела бледной. Наверное, это потому, что она была не здорова. Слава тоже недавно было что-то странное. Интересно, что с ним происходит? Ну, это определенно что-то было. В том месте, о котором ты не знаешь. Может, это что-то нехорошее? Все в порядке, не нужно волноваться. Эй, разве все не считаете так же? Конечно. Все хорошо. Как он и говорит, все... Хлоя. Хлоя тоже милая, не правда ли? Это самая любимая одежда Хлои. Мама, она в порядке, его ссор, если бы ей снова было стало лучше. Сама сегодня отлично, я это понял по ее записям. Бадум с Хлоя, как тема игра на барабане. Да, довольно хорошо. Косожа Кирич Тупа у себя тоже прекрасна. О май. Пейренберг Георжу, госпожа Кирич Тупой, мистером-солдатиком, интенсифайз. А-а, чай был вкусный. По крайней мере, сегодня он не раздает указания пчелам. Зеркало? Кровать! А, нет. Что с ведром-то этим? Я не понимаю. Кромко с игрушкой, интермоголевим, хлещи и Хлои. Так, ну ладно, наружу. Что-то я тут не сделал. Будильник. Все и хорошо, уверен папа. Тут же он с нормальным состоянием. Я тоже так считаю. Спасибо вам всем. А вот и папа. Ну, конечно. Будущий нос у меня, его походка очень странная. И вообще, куда он идет, он даже не обращает на меня внимания. Отец? Как ты больше не подаешь голоса? Как скучно. Кстати, проверил дать, если на то композитора звали Ален. Хоя. Ты существуешь ради меня, потому что ты моя дочь. Понимаешь? Отвечай мне. Да. С этого момента на протяжении всей своей жизни ты не сможешь бросить мне вызов. Ты понимаешь? Да. О, теперь тут кровь на блюшевых игрушках. Ну да ладно. А? Почему? Это больно. Пожалуйста, помогите. Никто никогда не придет. Никто больше не говорит. Ведруг исчез. А теперь нам понадобится это ведро, чтобы смыть кровь. Нет. нет. Он камень погас. Эй, нет ответа. Почему? Пожалуйста, ответьте. Пожалуйста. Все, конечно, все разозлились на меня, потому что все теперь ненавидят Хлою. Вот почему они больше не отвечают. Мне даже не получить прощение. Я так понимаю, мы постепенно на каждом этаже снимаем проклятие и тьма уходит. Может, это просто солнце так странно выкатывается из-за горизонта. В любом случае, я думаю, мы уже догадываемся, кто получит премию на отца года. Какой-то странный чувство. Что такое? Ничего. Мишель, может, пиратом отрабатывает? Качает торренты? Просто это выступление было немного весело. Как будто именно так я и хотел выступить с самого начала или что-то подобное. Возможно. Это было правда чудесное выступление. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Но этого еще недостаточно, похоже. Что ты можешь сыграть в следующий раз? Полагаю, ты не знаешь, верно? Наверное, не стоит поискать, да? Хоть все время нагружают Мишеля все больше и больше. Все хорошо, правда. Особенно сейчас, когда можешь сделать так много. Мне правда жаль, Мишель. Спасибо. У меня нет никого, кроме тебя. Хотя я любил тебя и ты меня тоже. Я даже больше не могу погладить тебя по голове. Хлоя. Я убил ее. Думаю, Хлое принесло много потолеб Мишель и вероятно будет продолжать делать это. Прости. Как я же сказал, все хорошо, правда? Ну, что за беспокойство? Беспокойство. У-у-у. Прости меня, я не это имел в виду. Слово беспокойство вроде нормальное. Или, типа, он имеет в виду, что она беспокойство? Или она воспринял это на свой счет? Так, ну ладно, в общем-то, рано пока пытаться сплести в какую-то единое повествование. В принципе, так-то вроде все понятно, но всем понятно, к чему это ведет, чем кончится. Ну, в общем, что сказать, отличное семейство. Для полной фонтой картины тут реально не хватало только семейного психиатра. Его отсутствие очень пагубно сказалось на происходящем. Я надеюсь, вам серия понравилась. Господи, она затянулась за 40 минут, и я этого не планировал. Где-то следующая будет не такая длинная. Возможно, нам стоило разбить сегменты прохождения на две части. Ну, как бы то ни было, вышло, как вышло. Я надеюсь, вам понравилось. С вами был Вангард. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии. Всем пока.